В Москве фудмоле Депо отметили День Израиля. Гости мероприятия познакомили с культурой и историей страны, а также попробовали традиционные блюда. Лена Музык расскажет подробнее. В Израиле сейчас живут репатрианты из более чем 100 стран мира. И каждый из них принес кусочек своей культуры, каждый из них принес кусочек, я бы сказал, своего бытия, и, конечно, кусочек своей кухни. И все это вместе сейчас, израильская кухня, это именно смесь всех культур, евреев, которые приехали в государство Израиль со всех стран. На один день территория фудмола Депо превратилась в площадку, посвященной современной культуре и людям Израиля. Музыке, идее, одежде, мировоззрению и образу жизни. Все наши мероприятия многочисленные. Они для того, чтобы россияне поближе познакомились с Израилем, с его культурой, с его кухней. А кухня у нас, вы сами знаете, очень хорошая, очень вкусная. Гостей ждало погружение в израильскую культуру через мастер-классы по приготовлению самых известных блюд израильской кухни. Посетители узнали, как готовить хумус, фалафель, кебаб в лафе и не только. А после участвовали в турнире по поеданию фалафеля и хумуса на скорость. У каждого свой Израиль в голове. Те, кто никогда не был, не знают, что это. И пусть даже такими вечерами через еду, через кулинарию мы посвящаем наших гостей. Реагирует очень здорово. Всем все нравится. Вы посмотрите на эту реакцию. Мы смогли вместе с нашими дорогими партнерами, посольством государства Израиля, министерством туризма, осуществить нашу большую мечту. Попробовать Израиль на вкус, на ароматы, на интеллект, на знания о нашей стране благодаря замечательным викторинам и играм. Для юных гостей фестиваля были организованы отдельные мастер-классы. Организаторы предоставили родителям выбор – заниматься с детьми или посетить в это время другие мероприятия, в том числе и открытый урок по ивриту. Лучшие рестораны, а также израильский парфюмерный бутик получили награды за вклад в продвижение культуры Израиля. Гости фестиваля с легкостью перенеслись в атмосферу этой страны благодаря моноспектаклю от израильского парфюмерного бутика. Всегда с тобой и в радости, и в горе, земля святая, ты не велика, но есть у нас зато четыре моря, четыре моря и одна река. Я надеюсь, что вскоре границы будут открыты, и российские туристы смогут посетить наши четыре моря, Иерусалим и другие дорожные примечательности. Продолжение следует...